у меня во дворе вновь интересный калечий гость сейчас утро что он сделает утром здесь я даже не знаю обычно они вечером же выходят это вероятнее всего тот же самый ёжик который приходил ко мне в гости пару дней назад его угостила рыбой но есть у меня почему-то не очень захотел попробовал кусочек откусила и пошел дальше наверное он не за едой приходил ёжик просто ходит рассматривает свои владения ну все правильно еды сейчас ежиной очень много потому что полный двор улиток червячки кузнечики какие-то всякие мелкие насекомые которыми он питается и поэтому вероятнее всего он просто приходил поздороваться ёжка жду тебя вечером петр идет к накрытому столу я очень надеюсь что ему все понравится петь это еще не еда друзья прекрасный летний день в меру теплый очень приятный это ли не повод устроить праздник мы с петру решили посидеть в беседке почаевничать вот что у него сегодня ведь подожди чем друзьям расскажу что это у петра сегодня огурчик творог кабачок это яблочко это сыр тофу не на молоке который это рапаны и это крабовая палочка я решила ему устроить небольшой праздник потому что ну для праздника по большому счету повод и не нужен но он уже обнаружил что здесь много вкусного сейчас мы с вами посмотрим что ему больше всего понравится и что он выберет первым и чего он скушает больше для себя я взяла чуть-чуть мороженого и фрукты с водичкой петь угощайся угощайся мой хороший а ну и конечно же зерно с гречкой то что любит петь и больше всего в мой кофе полетел творог некоторые продукты пить и еще здесь не знает и начинает свой банкет с творога с того что ему точно знакомо то что он получает чаще всего пить вкусненько попробуй другое пожалуйста ведь у тебя как в ресторане как есть рыбная или сырная тарелка все равно самое вкусное самое знакомое это зерно по-прежнему остается петь ну ка дай-ка я уберу у тебя зерно попробуй все-таки поесть из этого ассортимента по полной петель ты же креветки ел раньше рапан это тоже морепродукты эта штука ему даже на вид незнакомо петь попробуем не скажи самое вкусное то что я знаю глаза разбегаются но незнакомые продукты и пробовать он не особо хочет ладно я с удовольствием всем видя на тебе тогда твое зерно кушай обычно не хочешь праздника кушай зерно скажи петь главное когда праздник на душе а у нас пить и всегда праздник на душе да петенька ведь ну тогда я за тебя все это съем ты же не против ведь может быть ты мне доверишься попробуй если из рук бывает так что он не ест что-то с тарелки а когда из руки подает что он пробует сейчас попробуем петель попробуешь написал не буду ну попробуй пожалуйста распробовал как это тестирует вроде ничего друзья это крабовая палочка все равно переходит на зерно петель попробую еще давай вот эту штуку попробуй на это за забором там шумят нет даже ему на вид видимо не нравится сыр вообще не зашел нет смотрите-ка это это был сыр петь выронил на на тебя еще кусочек уши моя умничка мой хороший на кушай еще видишь буду знать что тебе тофу нравится я взяла в этот раз сыр с прованскими травами то есть без каких-то лишних прям добавок чтобы не не удивлять петра какими-то странными вкусами он собственно и себя тоже петь бананы это точно не ешь я же знаю я поэтому тебе его не положила на тарелочку ему настолько не нравятся бананы что он даже чихает выклевывает любой маленький кусочек банана петюша петь друзья поделитесь пожалуйста делаете ли вы своим любимым домашним питомцам маленькие праздники ну может быть и большие ведь наверняка вы знаете хотя бы примерную дату рождения своих питомцев я знаю что в некоторых семьях принято отмечать день рождения любимой собачки любимой кошечки это всегда очень приятный повод для того чтобы и повеселиться и порадовать своим вниманием своего любимца на готовить ему каких-то вкусняшек пообщаться лишний раз его полоскать кстати это совсем не лишний раз если бы знать точную дату рождения петра хотя в принципе ее можно назначить приблизительно же нам известно когда он появился на свет наверное в будущем обязательно я устраю ему день рождения надо будет хорошо продумать этот праздник и удивить петушка какими-то интересными штуками вкусняшками и развлечениями и развлечениями идешь петя друзья это самые лучшие часы и самый лучший будильник поверьте утром точно никогда не проспишь абсолютно точно у меня кажется новый жилец это птенец причем не мой не из моей голубятни это новичок прилетел он сегодня утром и целый день провел в голубятни а привел вероятнее всего его точнее привела вот эта прекрасная девушка и темный птенец спрыгнул с полки обошел стойку и поднялся по вот этой доске к малышке то есть это явно друзья они явно держатся вместе и как я вижу они приблизительно одинакового возраста то есть они подружились девочка пригласила друга жить к нам ну пусть остается мы здесь будет безопасно сыто тепло его никто не обидит бело-коричневая голубка это дочь голубки какао она несколько ночей в разное время ночевала в голубятни я я поняла что она где-то нашла себе новую компанию и возрастившись очередной раз она привела своего друга не знаю пока это самец или самочка но птенец примерно ее возраста то есть они подружились и она пригласила его к нам птицы за весь день съели все зерно и выпили воду которую я подливаю несколько раз в день сейчас очень жарко они много пьют сейчас я наполню кормушку и поилку и увидим как они ужинают они уже собираются внизу потому что знаю что мое появление обозначает сытость сейчас моя хорошая сейчас все будет вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...